Страдает также и ракета, которая A-Train. Паровоз. Как мы знаем, в прошлом эпизоде ему пацаны ловко сломали ногу. Кимико. Открытый перелом. И он на костылях заходит в магазин обуви и там уже видит рекламу своего конкурента. Самого быстрого человека другого на земле. Разыгрывается безобразная сцена. Потому, что охранник ходит и за ним смотрит. Дальше истерика. А я немедленно вспоминаю. Я когда-то жил в ГДР. 77-й, 78-й. ГДР – это германская демократическая республика, где был коммунизм. Он же социализм. Первая стадия коммунизма. Там был военный городок. Военные городки были у нас гигантские. Там рейсовые автобусы ходили из одного конца в другой. Очень большие. В Венсдорфе. Мы с тобой ездили. Через 42 года я практически ничего не смог опознать. Ну, там времени совсем не было. Не могли нормально посмотреть. И внутри военного городка были магазины, где были советские продавцы, либо немцы, прошедшие специальную проверку и которых пустили торговать в этих магазинах. А снаружи были немецкие магазины. А тебя все время видно, что ты русский. Причем видно за километр сразу. Шмотки, прическа, поведение. Видно за километр. Вот если ты зайдешь в немецкий магазин, а не самообслуживание, как правило. А за тобой сразу продавец начинает ходить. Он просто за тобой ходит и стоит за спиной. Потому, что ты точно что-нибудь украдешь. Железно. Какой-нибудь товарищ майор возьмет и украдет 200 грамм сливочного масла, например. По лужняком. Негра понять можно. Чего ты на меня смотришь? Потому, что я черный. Там про это. А вот у нас вот так. Потому, что ты русский. Мы там, помню, через дорогу все время ходили, где нельзя. Полицейский засвистит. А ты ему сразу кричишь. Я русский. А он отворачивается сразу. Нам весело было. Со страшной силой. Какие мы крутые. А он на нас смотрел, как на обезьяну. В общем-то. О чем с тобой разговаривать, если ты элементарного не понимаешь и не считаешь нужным исполнять? Главная проблема русских в том, что они белые. От них ожидают поведения, как от белых. А мы ведем себя не так. Это нехорошо. Ну, понятно. Негру обидно. Это ж это... Какого? Помнишь фильм? Где там этот негр лупоглазый какой-то? Утащи меня, вытащи меня. Прочь. Прочь. Да. Где там тоже полицейский остановил. А баба говорит. Покажи документы. Чего ты до него докопался? Потому, что он черный. Да. Потому, что ты 99,9. Ты уголовник. На тебе обязательно что-нибудь есть. И сомнений никаких. Тебе обидно? Ну, так ты иди своим друзьям. Рассказывай, почему они так себя ведут. И тебе поэтому обидно. А к вам ко всем вот так вот относятся. Нельзя себя так вести категорически. Вот у нас совсем недавно там танцевали лезгинку в метро на Красной площади. И всех это бесило. А зачем вы это делаете? А вот мы, как русские, дороги переходим не там. И на красные сигналы светофора. И это нормально. А нам лезгинку танцевать абсолютно нормально. Ну, вот теперь никто не танцует, например. Почему? Потому, что объяснили, что так себя вести нельзя. И не ведут так себя. Действительно, не надо бесить окружающих. Не надо все воровать, чтобы вот на тебя охранник смотрел. А потом там дети сбоку. О, это ж паровоз. Давай фоткайте. Тут охранник понял. Ой, извините. Так-то хер бы извинился, естественно. Пошел вон отсюда. Смешной эпизод смешной. Американцам, наверное, особенно приятно на такое смотреть. Истерика в итоге. Обложил матом всех сотрудников магазина. Я не знал, что скоро настанут в такие времена, что они как обезьяны в Таиланде вот так вот выносить из магазина. Все охранники будут. И тысяча долларов кража не считает. До тысячи. Охренеть. Это ж сколько унести можно на 70 тысяч рублей. У нас в месяц не все столько зарабатывают. Сколько там украсть можно безнаказанно. То есть, ты на хорошее показали, что именно на костылях негр стоит. А, это вы, извините. Да-да-да. Ну, там ужасно. Для него это ужасно. Вся слава прошла. Рекламные контракты и деньги заключены с другим человеком. А тебе чего? Вот только греметь костылями. Осталось с детьми фотографироваться. Обидно, блин. И он бежит припадочно восстанавливаться. Да. Конечно. Ну, побежишь тут. Куда деваться. Так и если ужалиться этим компаундом Ви, и кости срастутся, и связки восстановятся, и вот ты опять уже готов. Ну, ему опасно. Да-да-да. Организм того. Паровоз затаскал? Сам паровоз? Да-да-да. Ужалился, стал таскать состав. Кстати, состав... Можно состав с места стронуть? Я в детстве наблюдал за паровозами. Паровоз, прежде чем тронуться, он резко назад дает. Он дает назад, и вагоны друг к другу. Я не железнодорожник. И вагоны назад друг к другу. А потом этот же толчок идет обратно почему-то. Последний вагон стучит обратно, наверное. И оно дын-дын-дын вперед. И когда доходит до паровоза, оно обратно стукает. И вот он поехал. Типа так трогаться как-то эффективнее. Кто разбирается в паровозах, объясните нам, как надо. Может, это такая железнодорожная шприцовка? Песок, где подъемы. Там эти песочницы подсыпали специально. Я видел саму лично. У нас же есть вот эти силачи. Стронгмены. Они тепловозы таскают. Они поезда, по-моему. Несколько вагонов полома тоже таскают. Ну, можно ли стронуть с места? Там состав-то в горизонт уходит. Можно ли стронуть с места? Я не знаю. Какие там силы? Уж больно медленно тащил, я тебе так скажу. То есть, я вот на аэродроме... У меня был автомобиль ЗИЛ-131. Я его мог растолкать и катать один. Ну, и не только я. То есть, ты его начинаешь... Толкнул, 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 толкнул. Ну, поскольку аэродром ровный, он раскачивается, раскачивается, раскачивается. Раз, тронулся, поехал. Дальше его толкаешь, толкаешь, толкаешь. Если вдвоем, то можно завести очень легко. Потом один прыгает в кабину. Передачу включаешь. Завелась.